Сегодня бы я хотел вам показать одну пристранную игру под названием Road Rush Revolution. Но самое смешное заключается в том, что это не Road Rush гонка. Это хотя фанатский Road Rush, но это не Road Rush гонка, а это beat'em up Road Rush. И в этом-то вся идея ТЕ и заключается. Давайте посмотрим, что к чему. Так, нажимаем старт, нажимаем new game, ставим easy, потому что нет смысла ставить сложное. У нас 4 персонажа, короче, в нашем распоряжении. Slater, Beef, Наташа и Икира. Так, кого выберем? Давайте выберем красного, это будет Beef. Все-таки он как-то более стандартно похож на Road Rush сразу становится. Нажимаем. Ready пишут нам. Ready и из 5 карт нам дают, видимо, случайным образом, одну. Pacific Coast, первый уровень написано так. Как бы ничего не предвещало, все зашибись. 15 минут, race you, race it's only. Так, что-то он пытался нам сказать, но я ничего не понял. В общем, мы начинаем играть. И, собственно, поначалу вроде как бы все нормально. Мы едем, но, правда, иногда деремся. Так, ну, в общем, все как в Road Rush. У нас есть даже прыжок здесь. Просто в Road Rush не было такого ядреного прыжка. Мы можем бить, бить. И у нас еще есть бросок. Сейчас я вам покажу. Вот он, в Road Rush появился бросок. Есть еще удар палкой, но он считается уже читерским. Он тратит энергию, потому что это является суперударом, как в битэмапах. Помните, да? И, в общем-то, ничего бы не предвещало, да? Вроде бы едем как в Road Rush, бьемся как в Road Rush. Единственный минус, да? Начинаются минусы, короче. Во-первых, мы не заворачиваем никуда. Трасса у нас не кончается. Хотя она может кончиться по времени. Но, в общем, ничего не меняется. Наша задача победить всех врагов. Избить всех врагов на карте. Можно даже перекидать вот так. И знакомый крик. Помните, да? Так, сейчас попробуем всех победить. В общем, ну, как-то получается такая история, что если бы не было дороги, то можно подумать, что просто персонажи из Road Rush дерутся. А так хотя бы вид сделали, что мы едем по дороге. Можно даже уезжать вперед до сих пор и можно ездить назад. Жаль, что здесь не будет на бордюров там вот этих не будет. Олени, которые лежат на дороге, не надо брать цепи. У вас есть суперудар-палка, да? И вы им пользуетесь. Много вырезали. Ну, собственно, они, видимо, и делали это не для Road Rush, а для... А для битематов по Road Rush. Видимо, здесь не такая любовь к Road Rush была, как просто любовь к Сеговским играм и желание сделать все игры на Сеге. Вот, собственно, в чем фишка. Приезжает босс серый, вон тот скачущий. Это босс. Его зовут Viper. И в каждом уровне, в каждой гонке нам нужно победить именно его. Если побеждаем его, мы проходим гонку, в общем. А это все его приспешники. Так, сейчас я ему врезу палкой, чтобы мало не показалось. И таким образом мы пройдем все эти пять туров, как бы, да? И получится, что... Как будто бы даже... Вроде бы и гонка. Вроде бы игра и как бы и состоялась. Но это, ребята, ни черта не гонка. Вот мы сейчас грохнули Viper в этом уровне. И как бы все замедлилось. Мы выиграли эту гонку. Этот файтинг. Или гонку. Скорее все же файтинг. Stage Clear. Туры вроде бы даже выдаются как-то рандомно. Вот сейчас нам опять покажут следующий какой-нибудь тур. Особого изменения не будет, честно сказать. Sierra Nevada. Ну, будет там пустыня там. Ну, тут сейчас вот Sierra Nevada. Нам что-то снова говорит. Есть какая-то мини-история даже в этом всем. И вот мы снова начинаем где-то в елках. И продолжаем битву. Ладно, нажму паузу. В общем, что хочется сказать. Иногда, знаете ли, не очень получается, когда из одного жанра пытаются сделать другой, да? Вот именно в этой игре Road Rush Revolution так и получилось. Из одного жанра сделали другой и получилось хреново. Даже как-то забавно. Есть крика, когда ты запинаешься за оленей. Но оленей не будет что поделать. В общем, имею желание сделать Road Rush, но не имею возможности. Имею возможность сделать Beat'em Up, но по Road Rush это не сделать, да? Фишка в том, что давайте выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Это выглядит как-то так. Хреновый Beat'em Up по гонке, да? Для меня это была вообще просто новость. Как можно сделать Beat'em Up по гонке? Ну вот как-то так. Ребята, это идиотия, конечно, да.